Здравствуйте! В студии Фонтанки Лайф Венера Галеева. И сегодня новости с нами читает и комментирует директор Института региональной прессы Анна Аркадьевна Широградская. Анна Аркадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Накануне прошло очередное заседание суда, в котором принимал участие Институт региональной прессы. Институт защищался. Суд касался вопроса регистрации этой организации в качестве иностранного агента. И было принято решение, что необходимо Институт оштрафовать на 400 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве ОНОВА. Хотя Минюст Российской Федерации еще в конце ноября постановил, что нужно внести Институт региональной прессы в этот самый реестр. Анна Аркадьевна, вопрос, который может возникнуть у наших читателей, не слишком глубоко следящих за вот этой всей ситуацией. Но, казалось бы, хоть горшком назовите, только дайте работать, дайте выполнять свою миссию общественную. Почему так принципиально не попадать в этот регистр, не регистрироваться? Вы знаете, я не согласна с этой пословицей. Не любая пословица – народная мудрость. Имя человеческое и имя организации, особенно той, которая работает 21 год, это значит и ее репутация. Потерять имя можно в одночасье, поменяв его на нечто, что не прочитывается однозначно. Для меня филолога по образованию иностранный агент – это человек или организация, которая работает, выполняя чей-то зарубежный заказ против своего государства. Я не могу признать это наименование, даже второе по названию, первое – это Институт региональной прессы, по той простой причине, что оно сильно отягощено вот этим негативным значением. И никто не убедит меня, что закон, который называется так, что можно интерпретировать якобы безобидно или же, наоборот, оскорбительно для организации, что этот закон имеет право на существование под этим названием или каким-то другим похожим. И в этом плане я однозначно на допросах, уже теперь не допросе, а допросах, в разных судах и разным организациям, которые задавали мне этот вопрос, некоторые сочувственные, другие не очень, объясняла, что для меня, для нас, для нашего института это наименование неприемлемое. И мы легально будем с этим бороться. Как происходило заседание суда? Насколько мне известно, оно было очень долгим. Оно было действительно долгим, хотя должно было быть очень кратким. И на самом деле оно могло совершенно спокойно, это заседание закончится, когда мы впервые встречались в мировом суде. Когда вы говорите суда, мне немножко хочется смеяться, потому что это не единственный суд. Уже было заседание московского суда, теперь это мировой суд. И нам еще предстоят суды, даже не суд, а два или три, связанные с обвинением меня в экстремизме. Экстремизме уже не организации, а меня. И, собственно, сегодня меня вызывают, вернее, пытались вызвать вчера, когда я была на заседании суда, в полицию для того, чтобы я объяснила что-то, что они хотят знать о моей причастности к экстремистской деятельности. Здесь мы для наших зрителей напомним, что история началась еще летом, в июне, когда вы пытались вылететь в США для того, чтобы читать курс лекций. И тогда на таможне у Анны Аркадьевны изъяли два компьютера и 11 флешек, на которых содержались, собственно, учебные материалы для студентов. Видимо, по мотивам вот этих материалов вас и пытаются расспрашивать об экстремизме. Я не знаю, как повернется вопрос, потому что ведь первый суд, суд о незаконности задержания и препятствия вылета, а я в первый день не вылетела в Штаты, потому что мне воспрепятствовали. И изъятие на столь длительный срок прошло уже почти семь месяцев с тех пор, как у меня забрали, по сути дела, инструменты моей работы. И было много других дополнительных вещей, которые мы не включали в наше требование возместить какой-то ущерб, но на самом деле имели право на это. Так вот, этот суд, где я, по сути дела, была человеком, который попросил ответа такого позитивного на то, что, на мой взгляд, было сделано незаконно, обернулся тем, что стали события развиваться дальше, и я перешла из человека, который хотел восстановить свои права, по сути дела, в обвиняемую. И дальше по восходящей или нисходящей меня пытаются обвинить в уголовных преступлениях, проходящих по двум статьям, относящихся к экстремизму. Материалы, которые содержались на флешках, прошли какую-то экспертизу? Есть какие-то формальные хотя бы основания, чтобы так с вами разговаривать? Я не знаю, что они делают. Там не только флешки, но там флешки совершенно разного плана. На одной написана музыка, и кроме музыки там ничего нет. На другой написана поэзия. И кроме перевода книги стихов моего американского бывшего коллеги, теперь он на пенсии и пишет стихи, и я их перевела, и подготовили. Мы должны были вместе подготовить эту книгу к изданию. Значит, эти две флешки однозначно не должны вызывать интерес, потому что поэзия, она такая философского плана, и там никакой политики, ничего нет вообще. Там даже любовной лирики нет. Если говорить о других флешках, есть флешки с фотографиями детей, внуков, друзей, коллег и так далее, каких-то мест, где бывало наших мероприятий, значит, эти три флешки уже отпадают. А другие были очень хаотично заполнены разным материалом. Это была и литература, начиная с 19 века, какие-то примеры из Власа Дорошевича. Для курса «Россия через средства массовой информации» я в обзорной лекции касаюсь и начала, и развития журналистики в России. И были темы, которые вызывают наибольший интерес у общества, включая и тему экстремизма, терроризма, ксенофобии и так далее. И поскольку я еще и достаточно признанный эксперт по вопросам освещения в прессе многообразия общества, у меня есть книга, есть статья на эту тему, я вхожу в разные советы, которые принимают решения, когда возникает конфликт. В частности, я на конфликтной комиссии Союза журналистов выступала как эксперта, оценивая, правильно ли написала новая газета, когда говорила, что покойный патриарх поддерживал чеченскую кампанию. То есть, естественно, у меня к этому интерес, даже не прагматический, не утилитарный, а научный. Поэтому этого у меня много, не только на флешках, но и в компьютере, и, возможно, на iPad, но не думаю, что на iPad. К чему вы готовитесь сегодня, когда пойдете на эту беседу? Не будем пока называть ее допросом. Вы знаете, я на самом деле уже ни к чему не готовлюсь. Во-первых, процесс я им управлять не могу. Я могу им управлять только говоря истину, правду и высказывая свое мнение, почему для нас неприемлемо включение в реестр, в который нас включили насильно, а за то, что мы не побежали первыми и не включились сами, мы единственная организация, с которой потребовали 400 тысяч рублей. Вот для Института региональной прессы это большая сумма или маленькая? Я могу вам сказать так, что если продадут все, включая книги, то едва ли наберется... Нет, 100 тысяч никак не наберется, но, может быть, тысяч на пять наберется денег. Но это будет обозначать, что деньги, которые поступают на программы, а программная деятельность у нас большая, широкая, международная, то они будут арестовываться. И это деньги, это стоимость семинара для 20 человек, и стоимость их приезда из дальних уголков северо-запада и ближних уголков тоже, и проживания, и питания. То есть обычно это где-то 6 тысяч евро на семинар. Но если всякий раз, когда деньги будут поступать на семинар, они именно так поступают, они будут арестовываться, значит, срывается наша работа. Откуда эти деньги поступают? Они поступают из разных стран. Это еще хороший вопрос, потому что если иностранный агент, то тогда я хочу знать, какой именно страны я агент. То есть источник должен быть один постоянно? Ну, нет, ну, бывают двойные агенты. Например, я агент Кремля и агент, скажем, Госдепы. Но американских денег у нас сейчас нет. У нас светит проект в мае, когда будут какие-то копейки. Проект равный с равными для поездки на стажировку пяти журналистов оттуда и пяти журналистов от нас в Индианский университет, где я, собственно, уже около 30 лет преподаю. И поэтому я не знаю, чьей стороны я агента. А если я такая, в общем, востребованная, может, и стоит ко мне присмотреться. Тем не менее, штраф платить институт не намерен. Вы будете бороться до конца, оспаривать это решение? Мы будем бороться до конца. Штраф нам платить нечем. У нас просто деньги поступают на конкретное мероприятие. У нас нет денег на аренду и зарплату. И, по сути дела, у нас очень сейчас ограниченное число работающих. И сколько их всего? Они работают на энтузиазме. У нас пять постоянных членов нашей команды здесь, в Петербурге. И в зависимости от проекта бывает от трех до четырех, до пяти координаторов в регионах. Но они с окончанием проекта перестают с нами работать. Несмотря на эти трудности, которые начались летом, институт продолжает свою работу и продолжает организовывать всевозможные семинары для журналистов? Безусловно. Больше того, мы интенсифицировали свою работу, хотя это крайне трудно. Трудно уже потому, что временные и человеческие ресурсы ограничены. Но, тем не менее, мы получили грант на пять лет вперед по журналистике и расследованию. И было бы грустно просто прервать эту работу на том основании, что нам кто-то мешает. Какой теме был посвящен последний семинар и когда он был? Последний семинар закончился вчера. Он проходил в Пушкине. И он был посвящен освещению многообразия общества в СМИ. Его специфики в Скандинавии и в России. Здесь необходимо пояснение для нашей аудитории, что гостями этого семинара, участниками семинара, становятся журналисты, как вы уже говорили, из самых отдаленных уголков Северо-Запада. То есть это небольшие города, районные центры. И зачастую то, что для журналистов в Петербурге само собой разумеющиеся, для этих людей едва ли не единственная возможность как-то вырваться, выехать, узнать что-то новое, встретиться с коллегами. Но, тем не менее, из Петербурга у нас тоже достаточно заявок. Но вынуждены признать, что мы из Петербурга берем последнюю очередь, понимая то, о чем вы сказали. Что у них возможностей гораздо больше, чем у тех, кто живет в отдаленных. Не обязательно небольших. У нас Мурманск, Архангельск, Петрозаводск. Но есть и очень маленькие города. Несколько дней назад президент Владимир Путин встретился с правозащитниками. И в докладе нашего городского омбудсмена Александра Шишлова речь шла об Институте региональной прессы. И Владимир Путин как-то отреагировал на эту ситуацию. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, собственно, наверное, больше отреагировал на начало этого сериала, который длится уже довольно долго. И, по сути дела, в нем есть даже нечто позитивное. Потому что те, кто еще не знал о нашем институте и обо мне лично, теперь знают. О нас писали даже в Зимбандвах. И когда я это прочла, я поняла, что это уже, наконец, слава. Так вот, Путин отреагировал на то, что у меня забрали компьютеры, флешки и айпады. И, собственно, он спросил, кто это. Ему назвал Александр Шишлова мою фамилию и имя. Не знаю, вспомнил ли Путин или не вспомнил, но в любом случае других вопросов не последовало. Он сказал, странно, как-то ерундой занимаются. И как-то обещал разобраться в этой ситуации. Да, и он сказал, я разберусь. Это вот точно я просто, наверное, это фридистская. Я забыла эту фразу, потому что я все же по-прежнему считаю, что у нас должно быть разделение властей. И президент не должен разбираться в нашем бытовом смысле этого слова. Он должен познакомиться с этим, но влиять на это, наверное, он не будет. Насколько мне известно, вам советовали какие-то документы направить в администрацию президента Ивана? Это было раньше. Такая ситуация уже возникала. Вообще мы вызываем какое-то такое неприятие у нашей власти. И в бытность Матвиенко в городе Медведева президентом возникала ситуация давления на нас, тем же Минюстом. И Медведева тоже на встрече с правозащитниками обещал разобраться. Но, по счастью, у нас блестящий адвокат Иван Павлов. И когда он вышел в процессе против Минюста, то Минюст не удержал своей позиции, и решение было в нашу пользу. Ваша организация работает на пользу СМИ, на пользу наших коллег. Но если бы вас попросили, например, подготовить некую лекцию о состоянии журналистики на современном этапе в России, коротко, как бы вы охарактеризовали? Закат? Все безнадежно? Все пропало? Или... Я должна сказать вам, что наша организация на самом деле работает для общества. Журналисты – это посредники. Журналисты просвещают общество, журналисты информируют общество. Некоторые развлекают. Вот что мы с вами делаем, я даже не очень хорошо понимаю. Наверное, все же информируем сейчас, в этот момент. Я по природе оптимистка, и я придерживаюсь мнения моего коллеги из Москвы, которому я очень доверяю, профессиональный медиаэксперт. Он сказал, что журналисты у нас есть, а журналистики нет. Так вот, к этому могу добавить еще. Свобода слова у нас есть, а свободы прессы нет. Вот так бы я оценила состояние общества. Ну и в заключение нашего сегодняшнего выпуска нельзя не отметить новость, которая поступила этой ночью. На сайте Российской общественной инициативы петиция, инициированная Алексеем Навальным о ратификации 20-й статье Конвенции ООН о противодействии коррупции. В этой статье идет речь о незаконном обогащении и ответственности за него. Набрала эта петиция 100 тысяч подписей пользователей интернета. Это значит, что есть надежда, что все-таки она будет рассмотрена, и может быть что-то в нашей жизни изменится. Одна из этих подписей, насколько мне известно, ваша, Анна Аркадьевна. Как вы считаете, есть перспективы, что ратифицируют эту самую 20-ю статью? Я уверена, что перспективы всегда есть, даже если 50 на 50. Но как будет активно внедряться то, что в этой статье появится, это зависит от очень многих людей, которым эта ратификация страшно не понравится. Ну что ж, Фонтанка будет следить за развитием событий. Читайте и смотрите нас в прямом эфире. Спасибо за внимание. Всего вам самого лучшего.